Субтитры делал DimaTorzok Лапы в земле, уши в пыли, точь-точь наш сантехник после получки Ты тюльпан, ты должен быть красивым Мама хотела назвать тебя Федором в честь своего отца Говорит, что ты на него очень похож По-моему, ничего общего, у теста уши длиннее гораздо Перестань лаять, когда с тобой старший разговаривает Посмотри, какие воспитанные собаки живут в нашем доме Взять хотя бы Добермана из 65-й квартиры Его хозяин профессор и собака у него такая же ученая Они так похожи друг на друг, что их часто путают Но говорят о них всегда с уважением Смотрите, говорят, Доберманы на прогулку вышли Тот, что выше, профессор Недавно на собачьих соревнованиях Доберман-младший получил медаль Профессор так гордился, что месяц носил ее сам А на медали была надпись Лучшая собака города Студенты его поздравляли, говорили Наджа, мы и не знали, а Ты не засматривайся на кошек, не надо Не надо Будешь потом в марте по крышам лазить Они тебя плохому научат Нет, ты у меня тоже сообразительный, конечно Когда я болел, пилюли мне подносил Вратя не выпускал Пока он мне бюллетень не выписал Но ты на него так лаял, что он с испугу выписал мне бюллетень на полгода Опять, да? Не засматривайся на дворняжек, они тебя плохому научат Уди отсюда, кошелка Мы подберем тебе невесту из хорошей семьи, породистую Да, 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 это очень важно знать породу Вон наш сосед, купил на рынке двух щенков Не спросил их родословную, принес домой А потом оказалось, что это кролики Теперь у него огромный приплод, 50 кроликов носит у него По квартире он до сих пор убежден, что это гончие Ты у меня кто? Ты у меня Сен-Бернар Значит, тебе нужна кто? Сен-Бернар, что все очень просто Она живет у нас во втором подъезде Я вас обязательно познакомлю Слушай, как ее хозяйка одевает, когда на дворе собачий холод То наденет на нее свитер, то брюки бананы Однажды дубленку не пожалел, совсем с ума сошла Как нацепил на собаку восточный халат и тюбетейку У собаки был такой вид, что два прохожих узбека Сказали салям алейкум Собак не ответил, тогда другой добавил Это зарубежный гость Фу, фу, куда пошел на место? Сидеть Не пугай пьяного дядю Он тебя плохому научит Идите домой Нет, нет, не укусит А я говорю, не укусит Он не хочет Он грязного в рот не берет Никогда бы не подумал, что я вот так вот неожиданно полюблю собак Как их не любить, когда они такие преданные Умные, красивые Почему принято считать, что собака ругательное слово Собака, ах ты собака Ну собак, ну и что? Почему кошкам не ругаются? Наоборот, говорят, ты моя кошечка, моя кисонька А что нельзя сказать? Ты моя собачка Моя бульдожечка Мой волкодавчик Такса, ты моя кривоногая Это ж комплимент Нет, мужчинам говорят один собачий комплимент По-моему, сомнительный А стыдно даже сказать Ну ты, кобель Нет, комплимент, конечно, в общем-то, неплохой Но звучит как-то двусмысленно И потом нельзя один и тот же комплимент Говорить всем мужчинам Надо уточнять, какой породы Нас с тобой во дворе Как называют? Тебя тюльпан Иван С меня Иван тюльпан Сыночек ты мой дорогой А ну-ка, иди-ка сюда А ну-ка, лизни папочку в щечку Давай, 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 давай Ну Вот так, молодец Еще раз О, ты молодец Ух, разошелся Да, да Нет у нас детей Вот и завели собаку А раньше не хотели их Дети, это беспокойство, болезни, пеленки, шум Нам хотелось пожить в тишине Для себя Пойди разберись Что это такое для себя Мы успокаивали себя Нам еще рано иметь детей Теперь уже поздно Пока тебя не было, тюльпаша У нас в квартире Стояла такая тишина Что порой Мне казалось, она Мертвая Ну, ничего Теперь ты, наше утешение Женишься Заведешь щенят Только обязательно Заведи И будут у нас внуки Слышишь, вон из окошка Мама обедать зовет Пойдем Можете, мне что-то перепадет Мама обедать Мама обедать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова